Взгляд в аэрофлоте рассказали о подготовке пилотов SSJ 100. L. В аэрофлоте рассказали о подготовке пилотов SSJ 100. 16 мая 2019, 19.45 фото. Сергей Капюкин, Reuters. Текст, Сергей Гурьянов. Пилоты сгоревшего в Шереметьево Суперджета регулярно проходили подготовку, тренируясь управлять самолетом в ручном режиме, заявили в аэрофлоте. Подготовка пилотов Дениса Евдокимова и Максима Кузнецова, которые управляли сгоревшим Сакхой Суперджет 100, включала регулярную отработку полетов в ручном режиме, а программа переподготовки построена таким образом, что прежде всего отрабатываются навыки по управлению воздушным судном в режиме Direct Mode, передает РПК слово представителя авиакомпании. Он отметил, что в 2011 году аэрофлот получил первое ССЧ-100, и до середины 2018 года все посадки этих самолетов выполнялись только в ручном режиме, так как допуск к выполнению автоматических посадок на Суперджет был получен только в прошлом году. После получения допуска большинство посадок все равно выполняется в ручном режиме, отметили в авиакомпании. Таким образом, предположение, что у пилотов ССЧ-100 недостаточно практического опыта пилотирования в ручном режиме, не соответствует действительности, заключил он. По регламенту аэрофлота все пилоты компании регулярно тренируются и проходят проверку навыков техники пилотирования на современном полнопилотажном тренажере. Он позволяет отрабатывать технологию действия экипажа в штатных и аварийных ситуациях в режиме реального времени. Тренировки ведутся каждые полгода, в том числе в них включена обязательная отработка действий при отказах и неисправностях, когда самолет сам переходит в режим. Средний налет командиров воздушных судов аэрофлота составляет более 2000 часов на самолете. ССЧ-100. Ранее стало известно, что после авиакатастрофы С-Сакхой С-100 в аэропорту Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет, МАГ, может рекомендовать Росавиации провести проверку подготовки пилотов аэрофлота. Газета «Взгляд» отмечала, что трагедия Суперджета обнажила провалы в подготовке гражданских летчиков. Напомним, 5 мая Суперджет компания Аэрофлот сгорел при аварийной посадке в Шереметьево, погиб 41 человек. Текст Сергей Гурьянов.